вспомнила что-то я давным давно было у нас такое было такая у нас пластинка и михаил зощенко там читал сергей юрский бесподобный рассказ называется мелкий случай из личной жизни может знает кто и прям что-то сейчас вот до этого показывала вам видео как я там думала старалась как же мне лучше сделать вам селфи красавишну себя показать и вот и вот вспомнила как там вот иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю что на меня женщины не смотрят бывало раньше идешь по улице а на тебя смотрят посылают тебе разные улыбки ужинки и прыжки а сейчас нет что-то не смотрят женщины на меня а все-таки женщины играют какую-то роль в нашей личной жизни и что случилось почему на меня бабы не глядят чего им надо наверное я выгляжу неважно подумал я и решил и поменял весь свой гардероб и выхожу я в новом гардеробе на улицу и иду это я по улице и вдруг замечаю что женщины по-прежнему на меня не глядят ну вот и по-прежнему на меня женщины не смотрят чего им надо подумал я наверное им не нравится моя фигура и я стал заниматься спортом стал крутить как у тарюху и напружинил себе грудь и вот с этой пружинистой грудью я выхожу опять на улицу и я иду по улице я фланирую и вижу что опять одна две жалких улыбки которые меня вовсе не удовлетворяют да что ж такое подумал я почему на меня бабы не глядят и я делаю последнюю попытку я покупаю красивейший фельдиперсовый пиджак с такими широкими плечами которых вообще не бывает на нашей планете и в этом прекрасном фельдиперсовом пиджаке своей пружинищей походкой и я выхожу на улицу и я снова иду по улице и вдруг я вижу что какая-то дама буквально не мигающими глазами смотрит на меня думаю я зацепила вот она и я уселся рядом с этой дамой и я стал делать ей грудь с напружкой и думать как она в меня влюбилась и вдруг эта дама говорит я конечно очень очень извиняюсь но вот точно такой же пиджак недавно украли моего мужа и она поднимает дикий выск и крик и меня забирают в милицию и вот там в милиции когда меня начинают спрашивать сколько мне лет и я говорю и вот от этой трехзначной цифры я вдруг понимаю так вот оно что вот почему на меня не смотрят женщины я попросту постарел и я без сожаления отдаю свой фельдиперсовый пиджак и налегке я иду домой и думаю да и ладно наплевать не только свет в окне что женщины и я буду заниматься творческой работой я буду писать я прославлюсь на весь мир ну и дальше если вы читали этот интересный рассказ зощенко мелкий случай из личной жизни то вы наверное знаете чем он закончился а вообще-то мораль всей басни такова что как бы не стараться друзья кому что конечно но а мужчины предпочитают молодых это я сказала наоборот ну то же самое относится и к мужчинам и вот иду это я по улице и думаю а почему на меня мужчины не глядят а потому что я попросту постарела и поэтому я буду заниматься всем чем угодно я буду печь пирожки я буду прыгать на скакалке я буду снимать для вас видео я буду делать все что душе угодно и даже я в общем то не буду заморачиваться по поводу своей внешности а если суждено то значит встречу кого-нибудь вот мораль всей басни и вы поняли я надеюсь мораль всей басни да а я обожаю конечно зощенко я обожаю юрского сергея царство небесное умер недавно уходят уходят люди и думаю если есть судьба значит будет что-то и будет кто-то рядом а если нет как ни старайся ничего уже не сменишь часики наши тикают тикают и как-то однажды утром ты просыпаешься смотришь на себя в зеркало и думаешь а лучше я бы и не смотрел и вообще так живенько мне и так хорошо вот так друзья а вы говорите селфи